Девушки отдыхают... Вот такая красота! Здравствуйте, друзья! Сегодня приготовлю рулет из филе индейки. Не торопитесь отказываться от рецепта, кто не любит тыкву. Приготовьте. Может это именно то блюдо, которое придется вам по вкусу. Для приготовления нужно филе индейки, очищенная тыква, луковица, чеснок, свежая петрушка, карри, соль, перец по вашему вкусу. Я добавляю чайную ложку без верха. Все, что нужно очистить, очистить и помойте. Сначала мясо вымыть и обсушить. Вдоль малого филе идет сухожилие, вряд ли у вас получится его нормально удалить, поэтому лучше просто подрезать, но тоже не очень глубоко. Чтобы сам кусок не испортить, какие-то очень плотные пленки или те, которые хорошо отходят, убирайте, но перфекционизмом заниматься, конечно, не нужно. Если жир красивый белый, оставьте мясо и так очень диетическое и все лишние обрезки оставляйте на бульон и разделю я этот красивый кусок на три части. Так вот я решила и какие-то особенно толстые части я надрежу и вот так разверну. Второй кусок я тоже разрежу вдоль и вот такой книжечкой открою. На слишком толстых местах сделать аккуратные надрезы и того у меня получилось 4 куска, значит будет 4 рулета. Доской я вымыла и дальше поступаю так. Кладу пленку на нее первый кусок, его же пленкой закрываю и аккуратно отбиваю тупой стороной молотка. Действуйте с мясом уверенно, но нежно. Один из любимых фильмов нашей семьи «Место встречи изменить нельзя». Помните там момент, когда они преследовали Фокса и Высоцкий вылезал в окно, чтобы выстрелить и говорил, «Ваня, пасюк, держи меня», и Ваня спрашивал, «Как держать хлеб Егорыч?», на что Жеглов отвечал, «Нежно», вот так же и Вы. Мы с мужем, кстати, были очень рады, что девчонкам этот фильм понравился так же, как и нам и мы с удовольствием этот фильм иногда пересматриваем. А вам нравится этот фильм? Напишите в комментариях. То есть цель этого отбивания сделать пласт мяса более плоским и примерно одинаковым по толщине, так, чтобы его можно было завернуть в рулет. Дальше я мясо солю, перчу, накрываю, переворачиваю, с обратной стороны делаю то же самое. Откладываю и дальше все по этой же схеме с каждым куском мяса. Кстати, не обязательно разрезать филе на три части, можно делать и из целого куска, то дело в том, что он получается достаточно большим, я хочу готовить его в панировке, а такой большой рулет потом очень трудно запанировать. Итак, у меня получилось 4 вот таких полуфабриката, они чуть полежат, пока я готовлю начинку или вы можете их оставить и до следующего дня. Прямо в таком виде положите в холодильник. Если будете готовить сразу, можете в холодильник не убирать. С начинкой все просто. Кубиком нарежу лук, также кубиком тыкву. Я показываю вам последовательно. На самом деле, когда вы готовите, оптимизируйте сам процесс. Например, лук нарезали и жарьте, и пока он жарится, режьте тыкву. Осталось измельчить чеснок и зелень. Жарить я буду на сливочном масле, делаю я это редко, потому что сливочное масло не держит высоких температур, но в данном случае мне это не нужно. А мясо индейки настолько диетическое, что облагородить его сливочным маслом очень даже неплохо. И масло я взяла немало, примерно граммов 50. Сначала лук. Лук слегка обжарить. Дальше тыква. Отрегулируйте нагрев и тушите практически до готовности. Крышку закрывать не нужно. Когда тыква и лук практически готовы, добавьте карри, я кладу много, потому что люблю. Посолите, при желании поперчите и выложите чеснок с зеленью. Все хорошо перемешайте и прогрейте до полной готовности начинки. После этого нагрев можно выключать. Пусть начинка остынет и можно продолжать. Продолжаю, мои дорогие, любимые. Закручиваю рулеты. Пленку, конечно, лучше пошире, у меня узковато. Выкладываю начинку тонким слоем и сантиметров 5 до края не дохожу. Этой же пленкой заворачиваю. Теперь закручиваю в пленку и сделаю таким образом. Почему я говорю, что пленка узковата? Если совсем узкая и никак не закрутить, можно сделать так. Ну и так будет удобнее, конечно. Ну вот, один готов, тоже с остальными. Выгоните лишний воздух, возьмите пленку за края и уплотните. Если где-то воздух остался, можно вообще сделать надрез. Дальше все тоже самое. Узкий край лучше делать внутренним, а широкий внешним. Если начинка немного с краю выйдет, ничего страшного. Яйца готова. Вот такие колбаски. Одного рулета хватает на 2-3 порции. Можно, конечно, готовить их сразу, но лучше на час-два убрать в холодильник, чтобы они немного уплотнились. А можно опять же положить и оставить до следующего дня. Ничего с ними за сутки не случится. Сделать лизон или, проще говоря, яичную смесь для панировки. Встала выложка воды, немного соли и все разболтать до однородного состояния. Муку и сухари выложить на доску. Панировка будет сложная, то есть тройная. Мука, сухари и яйцо. Мука нужна лишь для того, чтобы прилипло яйцо. Панирую таким образом. Мука, яйцо, сухари. Начну с тех, которые побольше. Хорошо обваливаю в муке со всех сторон. Перекладываю в яйцо. После яйца сухари. Руки между делом лучше вымыть. Можно сделать второй слой панировки. Если делаете второй слой панировки, то мука уже не нужна. Аккуратно перемещаю. Аккуратно перемещаю. Рулеты в таком виде можно обжарить в полуфритюре, то есть когда слой масла доходит до половины. Или обжарить в небольшом количестве масла и довести в духовке. Также в таком виде рулеты можно заморозить. Потом замороженные полуфабрикаты достаете, слегка обжариваете на сковороде и доводите в духовке. Я два заморожу, а два приготовлю. Разогреть на сковороде растительное масло примерно 3 столовые ложки. В это же время включаю духовку, пусть она разогревается до 200 градусов. Укладываю рулеты, желательно швом вниз. Немного обжариваю. До такой красивой корочки обжарили и переворачиваю. Когда снизу тоже обжарились, я их выкладываю опять же этой стороной вниз в жаропрочную форму. Уложила и перемещаю в разогретую духовку примерно на 15 минут. 16 минут у меня простояли рулеты. Если вдруг сверху начинают гореть, прикройте пергаментом или фольгой. Сейчас чуть остынет и разрежу. Вот такая красота. Мясо сочное. Я желаю вам приятного аппетита! Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok